здравствуйте уважаемые дамы и господа сегодня у меня новая тема вы знаете она такая банальная она такая простая что я бы например не стала слушать видео на эту тему но вы уже слушаете сегодня тема вода и все думают что пьют а кто не пьет тут говорит ну я не могу пить воды в общем отмазок на тему воды наверное больше чем отмазок на тему правильного питания но я должна сегодня вам дать очень простую мотивацию представьте себе спелую сливу такую спелы что еще немножечко и ее кожура лопнет и сок потечет по вашим локтям такую спелую слив очень приятно есть я например люблю только сочные сорта а вот если эту сливу оставить где-нибудь на солнцепёке на несколько дней или больше там уже не знаю за какой промежуток времени из нее будет чернослив вот до такого состояния можно довести каждую свою клетку а теперь представьте вы не вы в клетке собственного организма и если вы клетка наполненная водой гидротированная то ваших биохимических средах которые все влажные которые все жидкость моментально происходят все биохимические реакции а если это сухофрукт то каких биохимических реакциях о каких скоростях о какой норме о каком здоровье может идти речь а мы с вами что делаем мы сейчас учимся помогать массажистом остеопатом косметологом работать мы этим сейчас с вами заняты так помогите видите какой мне красивый бокальчик далее это просто вода это не шампанское давайте пивнем это я показываю как пить надо представляете два-три глоточка раз 15 минут два-три глоточка всегда хочется выпить всегда есть люди которые горят лена и меня тошнит от воды я уже не могу на нее смотреть потому что вы пьете стаканами или сразу литрами пейте два-три глоточка раз в 15 минут но чтобы так произошло нужно всегда иметь рядом с собой водичку поставьте на рабочий стол поставьте ее в коридор чтобы у вас воде вода была всегда в машине и так далее везде окружите себя водой если вы дома в красивые бокалы налейте эту воду расставьте по дому как раз суточную норму ваши клетки но не вот они жадные по отношению к вам к водичке они хотят быть чистые они хотят быть напоенные если вам отключить воду допустим выходной день то ясное дело что вы не постираете уборку не сделайте и обрастете грязной посудой клеткам так не нравится жить клетки нуждаются в воде даже для того чтобы поддерживать просто чистоту так дайте им 30 миллилитров воды на каждый килограмм массы тела и не надо заменять воду на какие-то другие напитки кока-кола пипси-кола спрайт я могу отдельное видео написать на тему вреда этих напитков но у меня такая аудитория осознанная что мне стыдно писать видео на эту тему вы все это знаете и мои слушатели не пьют ничего кроме воды но иногда спрашивать лена а компот из сухофруктов да согласна компот из сухофруктов это лучше чем спрайт а детки лучше пьют такие воды но старайтесь пить просто обычную водичку вы можете ее украсить например лимоном в лимоне практически нет углеводов да вот она будет кисленько будет вкуснее то есть делайте так чтобы водичка была для вас вкусная приятная и пейте пейте по чуть-чуть что это даст представьте что вы не вы вы массажист приходит к вам такая 89-летняя сухая сухая старушка и с ней надо что-то сделать представляете с ней надо что-то сделать ей нужно как выставить в вертикаль как говорят в остеопатии да я уже не помню эту фразу я не остеопат ось выставить да а когда ткани вот такие обезвоженные очень сложно очень сложно работать с таким телом то же самое может сказать вам любой косметолог самые сложные лица это худенькие лица с ними сложнее работать на них сложнее получить результат помогите своим помощником по красоте и здоровье работать пейте водичку давайте еще раз хлебнем и тогда вы увидите уникальное преображение которое никто не сделает кроме вас только вы можете сделать это преображение когда каждая ваша клеточка нальется внутри клеточной водой но здесь есть одно но можно пить и бегать в туалет пить и вновь бегать в туалет и если вы пьете чистую воду то выливаете того электролиты моча это электролиты поэтому нам нужно еще позаботиться чтобы эта водичка стала внутри клеточной а воду пригласит в клетку только белок белок это джентльмен который может пригласить девушку под именем вода стать хозяйкой квартиры под названием клетка то есть пригласить ее в клетку и вы можете этим воспользоваться так как вы уже слушали видео по поводу коллагена вы уже используете суточную норму по водичке то вам не составит труда сделать внутри клеточные белки которые пригласят на себя воду и осуществить нормальное онкотическое давление только белок может удержать на себе воду до новых встреч а